шалом дорогие друзья всем доброе утро добрейшая сиванская сегодня 30 сивана последний день месяца сиван и первый день сегодня руш ходыш да новая луна новая луна и мы значит чувствуем на себе наверное на каких-то духовных уровнях влияние руш ходыша начала но нам классно обновление то есть сегодня первый день новомесяча да на русском это называется новомесяча и дальше начинается у нас новый цикл месяц томус томус мы завтра еще завтра первый день месяца томус хорошо значит и мы продолжаем изучать тору а у нас ничего не меняется продолжаем изучать тору как от сотворения мира всевышний доволен яков шатадин желает нам хода что в нему тоже хода что так завтра увидимся с божьей помощью хорошо значит в книге о йом-йом книга сегодня день сегодня день нам рассказывается интересная история да такая значит но вначале идет простой совет такой простой совет что есть нужно каждую неделю прочитывать недельную главу два раза и один раз ее перевод то есть в классике это перевод на рамеский язык но если вы читаете на русском языке два раза то третий раз не надо читать на русском наверное может третье надо прочитать в общем в оригинале те кто читают тору на иврите на святом языке читают еще раз ее торгум на рамеский язык переводы на рамеский язык и это надо делать каждую неделю. И также читает авторая, кусочек из пророков. Каждую неделю читают одну недельную главу и отрывок специальный, который связан с этой недельной главой из книг пророков. Это очень такая важная вещь. Это простая такая вещь. Зачем Рэба ее приводит? Мы можем только догадываться, но я думаю, что как в спорте. Вот как в спорте есть такие упражнения, называются ОФП, общая физическая подготовка. Если ты их не делаешь, не делаешь разминку, не делаешь заминку, не делаешь простые упражнения, то травмы гарантированы. То есть гарантированы травмы. То же самое в духовной работе. Если ты не делаешь простые, понятные, обязательные вещи, то травмы духовные, они гарантированы. И какими они будут, это уже дай Бог, чтобы легкими, потому что Всевышний, его цель не травмировать, а цель Всевышнего, это напомнить, напомнить, пробудить. Но иногда приходится Всевышнему для этого делать войну, иногда потоп, иногда Всевышний для того, чтобы пробудить, должен какие-то еще делать вещи такие пробуждающие. Поэтому лучше, лучше, вот, например, у меня сейчас опять, я начал бегать, опять травма, да? Все, теперь мне опять надо внимания уделять больше. Вот я, как только начинаю хорошо себя чувствовать, начинаю меньше разминаться и перестаю после тренировки делать профилактику. И все, и сразу травма. То же самое в жизни. Теперь, поэтому нам Рэбэ говорит, первое, прочитывая недельную главу Торы, нужно прочитать два раза на иврите, один раз на арамите, и значит, и так далее. Теперь, дальше приводится отрывок из, совсем идет, не совсем в другую сторону, но мне кажется, из второго отрывка будет понятно первым. Из ответа Альтера Рэбэ Денью, молодому женатому еврею, обладателю высочайших способностей и большого таланта, когда тот в 1795 году пришел к Рэбэ на свой первый ехидут. Значит, чтобы было понятно, было Рэбэ, это был человек, который поднялся на высочайшую духовную высоту связи со Всевышним. Он профессионал, и он только этим занимается, и все хасиды к нему приходят, он молится за всех, все молятся за него, и у него происходит какое-то более, такое вот прям, высокое зацепление на Всевышнего. Да, он такой, как Wi-Fi становится, распределитель света Всевышнего. И в хасидской традиции было принято, что человек приходит к нему на ехидут, это называлось, ехидут, как они становятся одним целым. Он приходит, пишет ему до этого, там Рэбэ писали все свои вопросы, там про себя, и все. Рэбэ, значит, начинает с ним разговаривать, и дает ему его индивидуальный путь служения, дает ему какие-то такие индивидуальные советы, которые Рэбэ открываются, что именно вот для его души надо именно вот это. И вот здесь рассказывается, что пришел к один такой гений, гений гениальный, знаток Торы, пришел к нему на свой ехидут. И он ему говорит, альтер Рэбэ, да, он ему говорит, духовное и физическое по своей сути прямо противоположны. То есть законы материального мира и законы духовного мира, они разные, то есть нельзя, это разное, да, причем не просто разное, а прямо противоположное. То, что является достоинством в физическом мире, недостаток в духовном, представьте, да, то есть когда мы говорим о каком-то качестве, оно может оказаться в физическом мире очень похвальным, а когда мы его же применяем к духовному миру, оно вообще не подходит, это даже недостаток. Что он имел в виду? И он ему объясняет, значит, довольствоваться тем, что имеешь в сфере материального, это значит обладать величайшим достоинством. Такой человек благодаря своему служению способен достигнуть еще более высокой ступени. То есть человек, который довольствуется в материальном мире малым, да, тем, что имеешь, как говорит нам перте, вот, миашир, кто богатый, а самая быхалко, тот, кто рад своему делу, это огромное достоинство. То есть представьте себе человека, который всем доволен. Вот он проснулся утром, там, ой, спасибо, что я проснулся, ой, рука есть, вообще красота, ой, вообще там, какой прекрасный, дождливый зимний день, вообще, ой, какая там, я не знаю, какая прекрасная жара 45 градусов, вау, у меня кондиционер сломался, великолепно. То есть ему можно только позавидовать. Человек, который довольствуется тем, что имеет, в материальном мире, он просто вообще счастлив, и он, ему ничего не надо, он никогда не украдет, он никогда не обманет, он никогда не, не будет ни с кем воевать, потому что ему достаточно, он счастлив, да, это величайшее качество довольствоваться тем, что есть в материальном мире. Но Ребе продолжает, однако, в сфере духовного довольствоваться тем, что имеешь, является величайшим недостатком. Такой человек может, не дай бог, опуститься еще ниже, и в конце концов, совсем упасть. Теперь он, переносим это в духовную сферу. Он проснулся и говорит, на шахарит надо идти, ну, я дома помолюсь, нормально же, я же помолюсь, все-таки же я, ну, хоть помолюсь, а помолюсь я, ну, там, филин хотя бы одену уже. И, если человек начинает в духовном довольствоваться тем, что имеет, то он сразу падает, рушится, и, в конце концов, может совсем упасть. Представляете, вот, вот такая вот, вот такая вот, он ему дал совет, который, я думаю, что многим из нас очень важен. Потому что есть люди, которые, наоборот, в материальном, они настолько педантично недовольны тем, что имеют, и настолько все время хотят больше, как, есть у вас такой же, только с перламутровыми пуговицами? Есть? Вот, они все время ищут такой же, но с перламутровыми пуговицами. И в материальном мире это плохо, потому что они пока ищут, они и тем недовольны, и, скорее всего, не найдут то, что ищут. А в духовном мире они наоборот, ну, я же, я святой уже, я же что, я в Бога верю. Шма-Исраэль, говорю два раза в день, все, я как бы вышел по всем, все, достаточно, что вы от меня хотите? Я вообще полностью цадик, можно сказать, да? Надо поменять местами, наоборот, в материальном довольствоваться, а в духовном все время хотеть больше, больше и больше. Прекрасный совет. Хорошо, теперь обретение неба на земле. Здесь нам идет как раз то, что вчера я вспомнил, а сегодня об этом написано, что вчера нам приводили пример Ноаха, как праведника в шубе, который заботился только о себе. И сегодня нам приводят Авраама, в пример, который был цадиком другого типа. Когда Бог сказал ему, что хочет уничтожить с домом Амору, города развращенные и прогнившие насквозь. Он возразил, может быть, там есть праведники, неужели судья всей земли будет несправедлив? Авраам чувствовал себя ответственным за мир, в котором жил. Если происходит что-то неправильное, нужно это изменить, даже если это декрет, выражающий волю Бога. Вот тут, смотрите, мы опять приходим к тому, что нет качества однозначно плохого и нет качества однозначно хорошего. Потому что, почему, вот, Таня Савинок, ответ, вот внизу есть ссылочка, видите, т.ми ВАИКРА, и там всегда есть то, что мы учим, на каждый день есть книжечка на русском языке, на иврите, с переводом, все там есть. Вот заходите по ссылочке ВАИКРА, подпишитесь на этот телеграм-канал и получайте каждый день книжечку на сегодняшний день, где есть вся Тора, которую сегодня нужно учить. Значит, еще раз возвращаемся. Мы говорим сейчас про качество, хорошее и плохое. Нет качества хорошего или плохого. Есть качество, которое применено к месту и не к месту. Например, качество гнева, оно плохое. Но когда человек, Пинхас, например, он разгневался на Зимре, который нарушал волю Бога, и он его убил, оказалось, Бог ему дал знак, орден мира он ему дал, что ты молодец, Пинхас. То есть, если человек, например, он добрый к злодеям, то это плохо. Если он жестокий к праведникам, это тоже плохо. Если он жестокий к себе и заставляет себя правильно действовать, это хорошо. А если он жестокий к другим, это может быть плохо. То есть, все качества в зависимости от их применения. Теперь Авраама видну, про отец Авраам. Он даже с Богом спорил из-за своего милосердия. Он Богу говорил, а может, в доме есть праведники. Может быть, ты неправильно ошибся, что ты хочешь уничтожить дом. И нам он здесь приводится как пример правильного поведения. И действительно, вот эта внутренняя сила Авраама противостоять авторитетам, она ему, она помогла ему найти путь к Богу. Потому что Авраам Авий, ну, про отец Авраам, он жил в мире, в котором все были идолопоклонники, в котором были идеологии, были господствующие прям взгляды такие, да, идеологии, системы верования и убеждений в его стране, в его городе, в его семье. Он пошел против всех. То есть, у него была вот эта сила идти против всех и слышать себя, свой голос. И эта сила, она его привела к Богу. Теперь, эта же сила заставила его здесь, нам его приводят в пример, спорить с Богом. Он Богу сказал, а если 45, а если 40, а если 30. но в другом месте эта сила привела Авраама к очень, очень, как бы, не очень хорошему последствию. Когда Бог ему сказал, твое потомство унаследует землю, Авраама Вину, праотец Авраама, ему сказал, как я узнаю, что унаследует, да, быма еда ше, 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 как я узнаю, что унаследует. Бог ему говорит, а, ты сомневаешься, то есть, ты, ну, как бы, в какой-то момент, вы видите, да, он великий лидер, у него сила идти против всех, у него сила идти к фараону и разговаривать с царем самой мощной империи, хотя он был, ну, казалось бы, пастух, который пришел, но вот эта сила внутренняя стоять и разговаривать с Богом, разговаривать с фараоном. Но в какой-то момент, Машер Абейну, мы вот-то вчера читали, он вместо того, чтобы сказать скале, он ударил по скале. Ему Бог сказал, все, вот тут ты, конечно, переборщил. То есть, тут надо было лидерство свое чуть-чуть подубрать, и надо было делать то, что тебе сказали делать. Теперь пишет нам Эстер, что сомнение наш враг. Но иногда сомнение друг, потому что, если человек сомневается, делать ему преступление или не делать, делать ему какую-то вещь запрещенную или нет, и он сомневается, 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 может быть, он в момент сомнений выберет позитивную сторону. А если он не сомневается, так не выберет. Любое качество, оно в зависимости от времени и места применения, как третья глава Экклезиаса, такое ли это, время собирать камни, время разбрасывать, время молчать, время говорить, время то, время то. То есть, все очень относительно. Теперь вернемся к Аврааму. Он, у него была сила противостоять авторитетам, которая его привела к Богу. Дальше, эта же сила, он спорил с Богом за сдом, и нам это приводится как пример, что он, он когда, он когда, значит, настолько он был милосердный, что он даже с Богом спорил, и потом, когда он Бога спросил, а как я узнаю, что он наследует землю, Бог ему сказал, а, 400 лет будет твое потомство пришельцами на чужой земле. То есть, здесь Богу не понравилось, то, что Авраам, про отец Авраам, вот так вот его спросил. Хорошо, теперь, значит, мы возвращаемся к недельной главе, и я почему сейчас про это вспомнил, потому что здесь, как раз в первом отрывке недельной главы, нам открывается очень такая интересная модель, которая вот как раз относится к Аврааму. Значит, как вы знаете, Муша Рабейну, после того, как, после того, как уже подошли к земле Израиля, он ударил по скале, значит, пошла оттуда вода, Бог ему сказал, ты не зайдешь в землю Израиля, и вот они уже последние, последние их переходы перед тем, как они заходят в землю Израиля. Муша Рабейну Всевышний не пустил, он ему разрешил только посмотреть сверху на землю Израиля, но не дал ему туда зайти. И вот Муша Рабейну, значит, послал Муша посланцев из стоянки, где они были, Кадыш ее называли, к царю Эдома. Им нужно было перейти через землю Эдом. Значит, что такое Эдом? Красный, вы помните, Эдом это красный. Эдом это был Эсав, брат Якова, которого называли Эдом, потому что он был красный, рыжий. Он, Эсав, родоначальник, кстати, вот было царство Эдом, потом цари из Эдома переехали в Рим, и они основали Рим, и дальше вся римская цивилизация, вся вот эта европейская цивилизация и так далее, это идет потомки Эйсава, и значит, вот сейчас как раз видно взаимодействие между Исраэлем, Яковом и Эйсавом. Значит, как мы знаем, было два сына у Ицхака, и он хотел передать материальное благословение, власть над этим миром, и материальное благословение Эйсаву, а духовное Якову. Теперь, но изначально по рождению Эйсав должен был быть первенцем, первенец, это был, значит, священник, и он должен был быть первенцем. Теперь Яков приходит к нему и говорит, Эйсав, ну тебе же не нужно это первенство, он говорит, вообще не нужно, мне вообще не нужно быть духовным человеком, он ему так и ответил, я иду умирать, он ему сказал, мне вообще духовный мир не интересует, я хочу вот в этом мире, значит, и он там убивал, насиловал, грабил, в общем, отдыхал по полной, да, то есть, все, что может человек сделать самый такой низменный, материальный человек, Эйсав делал, грабил, прям конкретно, он Немрода убил, значит, в общем, Яков, у него купил первородство, Яков ему говорит, давай поменяем, продаешь мне право быть священником? Тот говорит, продаю, на, забирай в духовный мир. Потом, значит, хотел Ицкак передать ему благословение материальное, которое получил от Авраама, которое Авраам получил от Бога, и тут Ривка, которая была мама их, да, Эйсава и Якова, она говорит, у меня было пророчество, когда я была беременная, что старший будет служить младшему, и она, чтобы выполнить это пророчество, она послала Якова получить и это материальное благословение. И Яков получает и материальное благословение тоже, Эйсав потом приходит к Ицкаку, и папа ему говорит, хотя я основное благословение передал Якову, но я тебе даю благословение, что ты мечом своим будешь жить и что, когда Яков спотнется и перестанет служить Всевышнему, тогда на тебя перейдет благословение, с него материальное благословение. Значит, Эйсав получил это благословение, и вот тут как раз интересная вещь. Когда Яков вернулся потом в землю Израиля, в землю Кнаан, то Эйсав там жил. Эйсав был очень сильный, он был мечом жил, у него было 400 воинов, он с собой взял, когда Яков возвращался, чтобы его убить, но потом они помирились, но тем не менее, Эйсав был сильный воин с большой армией. И он ушел из земли Израиля, написано, ушел он, и Яков остался жить в земле Израиля, потом Яков спустился в Египет со своими сыновьями, и значит, потом, вот сейчас как раз сыны Израиля из Египта возвращаются обратно в землю Кнаан, в Израиль. И они подходят, и как раз то место, куда ушел Исав, называется Эдом. И вот шлет, Ваишлах Моше, послал Моше посланцев к царю Эдома, к царю этого народа, и говорит, братья мы, так сказал твой брат, Исраэль, мы же братья с тобой, мы родственники, то есть прошло несколько сот лет, но мы же все равно, мы знаем, что мы от одного отца, да? И ты знаешь все, что с нами случилось, он ему говорит. Сошли наши отцы в Египет, и сейчас мы были в Египте, они нам делали зло, нас угнетали, эти египтяне, и начали кричать мы Богу, и услышал Бог наш голос, и послал к нам ангела, и вытащил нас из Египта, и вот мы сейчас здесь находимся в Кадеш, на краю твоей земли, да? На твоей границе. Дай нам, просит Машарабену, дай мы пройдем по твоей земле, мы не пойдем, не свернем с дороги, ни в поле, ни в виноградник, дай нам пройти. Значит, ни вправо, ни влево не сделаем ни шагу. Дальше он ему говорит, будем воду у тебя покупать, еду будем покупать, дай нам пройти. И сказал ему и дом, царь и дома, что он ему сказал? Не пройдешь ты через меня, с мечом выйду навстречу тебе. Это было благословение, Якову было, Коля Яков, что он может молиться, и он сказал, мы начали кричать, молиться Богу, и он вытащил нас из Египта. А Эдом и Сава, он говорит, а я с мечом выйду, меч, это же мое оружие, у меня благословение, что мечом будешь жить. Что ты против этого скажешь? Не разрешу тебе пройти. Сказали сыны Израиля, пожалуйста, мы будем идти только по дороге, мы верблюдам на морде тебя оденем, чтобы травку не ели. Сказал он ему и дом, не пройдешь. И вышел Идом навстречу ему, с большим войском, значит, вышел он ему, и отказался Идом дать Израилю пройти через себя. И Израиль, значит, воед Израиль, Майлав, Израиль не пошел через него. Теперь здесь есть интересный момент. Говорит нам устная Тора, а зачем Мушарабейну напомнил, что мы братья? Зачем он ему напомнил? И тут написано так. Сказал он ему, мы братья, сыны Авраама, которому было сказано, пришельцами будет потомство твое на чужой земле. Значит, помните, как был текст? Бог пообещал Аврааму, что твое потомство он наследует землю Израиля. Авраам выразил сомнение словами, как я узнаю, дай мне доказательства, как я узнаю, что я ее наследую. То есть, он сомневался во Всевышнем. На его уровне это был вопрос абсолютно недопустимый. И Всевышний ему отвечает на этот вопрос. 400 лет будет твое потомство пришельцами на чужой земле. Вот цена за твой вопрос. Чтобы уже убрать все сомнения в Боге, чтобы убрать все сомнения в том, что Бог творец, хозяин, и что он управляет мирозданием, значит, 400 лет вот это будет урок длиться. И вы тогда узнаете, когда через 400 лет выйдете из Египта, когда все сбудется, как я говорю, когда будут чудеса, 10 казней, тогда вы узнаете, как вы наследуете землю. Потому что я Бог, я сказал. Значит, все, меня не надо лишний раз спрашивать. Теперь получается, говорит ему Мошер Абейну и Дому, нам обоим нужно было расплатиться с тем долгом. То есть, был долг 400 лет потомства Авраама и должно быть пришельцами, рабами в чужой земле. Так, получается, мы платили, а вы не платили. Значит, поэтому ваш отец, это Мошер Абейну говорит, ваш отец, то есть, Исав, отстранился от нашего отца, от Якова, как сказано, и пошел на землю иную от Якова брата своего. То есть, решит написано, из-за долгового обязательства, лежавшего на них, обоих. И он возложил все на Якова. То есть, получается, такая интересная вещь, что вот этот закон, что за все в жизни надо платить, этот закон действует прямо однозначно. Все хорошее, что есть в жизни у человека, он или получает тяжелым, за тяжелую плату, которую он дает, или же, если он получает это случайно, то расплачивается потом, да, как говорится, что, например, наследство и выигрыш лотерею нету там благословения. То, что легко приходит, потом, наоборот, есть за это расплата. То есть, то, что человек украл, потом он сидит в тюрьму. То, что он заработал, он вначале как будто бы сидит в тюрьме на работе, а потом ему заплатили. А если он украл, то тогда ему работать придется после этого. То есть, так работает мир. И мы здесь тоже видим, что Авраам за один вопрос, его потомки были 400 лет угнетаемые пришельцами, но потом унаследовали землю навечно. Земля Израиля навечно принадлежит еврейскому народу и все заплачено, уже так за нее заплачено, что невозможно передать. Все, друзья, удачи всем и успехов. Чтобы мы, зная, как работает мир, понимали, что с нами происходит, что Всевышний все делает для нашего добра и чтобы мы в нем не сомневались, чтобы мы любили Всевышнего, понимали, что все и в материальном сегодня очень важный урок, что в материальном мы довольствовались тем, что есть, а в духовном никогда не останавливались на достигнутом уровне и стремились все выше, выше и выше. И в заслугу, чтобы Всевышний дал здоровье всем нам, нашим близким, чтобы было благополучие и шломбать, и, конечно, скорейший мир, чтобы был мир, наступил, чтобы как раз вот Эйсав, он любит воевать, у него он мечом будет жить, поэтому все время вот эти войны не прекращались и как раз, чтобы Эйсав, чтобы наступил мир, вот такой настоящий мир как можно быстрее. Все, всем удачи, успехов, хорошего дня.